Добрый день дорогие друзья! Подписывайтесь на канал Психолог Советует на YouTube, YouTube, Я есть ВКонтакте, ВОДНОКЛАССНИКАХ, ТЕЛЕГРАММ. Постарайтесь подписаться на всех доступных для вас платформах по причине блокировки как самой платформы, так и авторов каналов. Я вижу по аналитике своего канала, что мой канал смотрит 98% людей без подписки. Еще прошу вас, подпишитесь, для вас это бесплатно и не несет для вас никакие риски и ни к чему не обязывает. А вот из-за количества подписчиков канал смогут смотреть больше людей и возможно кому-то нужна моя помощь. И так человеку легче будет найти мой канал. А если вы подписались, то вам будут приходить уведомления о новых видео, вышедших на канале. Итак, тема сегодняшнего видео Страхи Человека ТОП-10. Проблема страхов у человека стара как мир. Я очень много слышу подобных заявлений, страхов на приемах. И вот решила вам снять такое видео. Большое количество моих приемов составляют люди, имеющие те или иные страхи. Они различны, но суть того, что страхи портят и подавляют жизнь человека. Будь то мужчина или женщина, становятся навязчивыми спутниками человека. То есть это абсолютная правда. То есть это реально спутник всего этого. Это объединяет всех этих людей. Конечно, нельзя это не обсудить. Итак, давайте разберемся. По практике я выделила самые главные страхи всех обращений. И сейчас пойду от конца и начну с десятого страха в моей шкале. Страх старения. Довольно редко встречающийся страх у молодых и часто возникающих у женщин среднего возраста, а также у несостоятельных мужчин, которым уже за 50. Некоторые мои клиентки говорили мне, что с каждым годом их страх постареть, потерять женственность и красоту только растет. Причем в основе страха лежала не просто потеря главных женских атрибутов власти, а то, что за этим будет идти. То есть станет меньше подарков, меньше заботы, меньше внимания не только от мужчин, но и от общества в целом. У мужчин страх старости оказался зеркальным. Многие говорили мне, что боятся быть нереализованным, как мужчина, и не способным, что называется, воспроизвести потомство. Иными словами, страх перед импотенцией. И этот страх вполне понятен, ведь на биологическом уровне задача женщины – это рождение и воспитание детей, а задача мужчины – это воспроизведение потомства и обеспечение семьи всем необходимым. Страх отравления посторонними людьми. Это еще один страх. Этот страх является часто неосознанным и проявляется он по всем наблюдениям только у людей с высоким уровнем интуиции. Такого типа мышления. Он является самостоятельным и часто вообще никак не коррелирует с другими фобиями. А все потому, что им страдают, как правило, люди с интуитивным типом мышления. А таким, по разным подсчетам, таких людей не более 5% от всего населения нашей земли. Страх показаться трусливым человеком. Чисто мужской страх, который иногда испытывают молодые люди, у которых, как ни странно, есть какое-то врожденное чувство ответственности за других людей. Именно эти мальчишки и мужчины, с которыми мне приходилось общаться, несли в себе настоящий стержень управленца и обладали врожденной харизмой. Очень многие девчонки и женщины также его испытывают. Поэтому такой страх даже помогал как мужчинам, так и женщинам быть на острие в определенные минуты и в то же время не давал расслабиться, когда это было нужно. Страх бактерий и заражения. Это еще один страх. Наверняка вы встречали или слышали в своей жизни о людях, которые моют руки по 68 раз в день, моют полы по 20-30 раз, не могут прикасаться ко многим безобидным предметам, и все потому, что боятся заразиться каким-нибудь опасным вирусом. Удивительно и то, что таким страхом страдают, как правило, люди с высоким логическим интеллектом. В дальнейшем такая фобия переходит в расстройство, которое еще дальше делает человека затворником собственных страхов и наваждений. Страх потерять рассудок. Он довольно специфический страх и устойчивый, но испытывают его только те, кто мыслит абстрактными понятиями. Часто это люди, которые пытаются познать духовный мир, познать Вселенную, изучают религии, философию, физику. Это люди, способные родить гениальные идеи. Даже если она покажется немного сумасшедшей. Многие поэты, классические и рок-музыканты испытывали страх сумасшествия, но при этом пытались исследовать себя и Вселенную через различные наркотики, психоделики, спиртное и так далее. Мы это часто слышим и видим, как по телевизору, так и в жизни, возможно, кто-то. В целом этот страх свойственен только людям с абстрактным интеллектом. Страх секса или интимной близости – это еще один страх. Страх, встречающийся не только у 16-летних подростков, но и у вполне взрослых 40-летних мужчин, а иногда и женщин. Удивительно, но этим страхом обладают люди, у которых наблюдается повышенная либидо по сравнению со всеми другими людьми. Эти люди часто говорят об этом и демонстрируют полную свободу в сексе и выборе партнера, либо место этих фантазий. Однако, несмотря на это, имеется и сложная сексуальность из-за неудачного первого опыта или глубоких детских обид и подавленных эмоций. Люди с таким страхом довольно часто обладают развитым системным мышлением. Это люди, для которых домашний уют, любимая книга, кухня – это постоянные спутники жизни. Но что касается интимной близости, они чувствуют неловкость, зажатость и страх перед чем-то новым. Мужчины часто испытывают страх перед неудачей и боятся быть в эсмены. Женщины тоже боятся того, что их могут ранить или предать, обидеть. Образный страх – что это такое, можно спросить. Тут я в этот пункт могу объединить множество разных страхов, таких как страх пауков, страх крыс, например, тараканов, змей, самолетов, монстров, демонов, зеркал, выключенного монитора компьютера, высоких каблуков, психологов и тому подобные страхи. На первый взгляд, эти страхи действительно не имеют никакой связи между собой, они все разные. Однако корень этих страхов один – неразвитость образного типа мышления у тех, кто обладает врожденным образным интеллектом. Дело в том, что такими страхами и фобиями обладают именно люди с врожденным образным мышлением. Это так называемые чувственные натуры – актеры, художники, медсестры, модели и тому подобное. В общем, все те, кто мыслит образами и эмоциями. У таких людей страх появляется вследствие ненаполнения себя яркими эмоциями и переживаниями. Поскольку страх – это самая сильная эмоция, то именно эта эмоция и возникает со всевозможными фантазиями и даже телесными ощущениями. Тут богатое воображение людей с образным интеллектом делает свое дело. Это страх выступать публично, социофобия, другими словами. В общем, этот страх известен большинству людей на планете. Так или иначе, мы все боимся в разной степени проявлять свои чувства и эмоции на глазах у других людей. Однако для некоторых такой страх становится навязчивым и переходит в фобию. И страдают этими страхами в основном люди с образным, системными типами мышления. Если первые – это прирожденные творческие натуры, для которых быть в центре внимания нужная вещь, необходимая, но только вследствие определенных особенностей восприятия появляется этот страх сцены или открытых пространств, то для вторых это скорее страх быть некомпетентным, смешным, глупым и тому подобное. Так или иначе, этот страх проявляется у тех, кто в потенциале своем способен получать настоящее наслаждение от публичных выступлений и открытом проявлении своих чувств и эмоций. Страх смерти замкнутых пространств. По идее, этот страх должен занимать первое место в нашем рейтинге. Но на самом деле страх смерти хоть и является отчасти базовым страхом, но все же он не лидер, а лишь спутник лидера. Итак, кто чаще других способен испытывать страх смерти в навязчивой форме? Если вы подумали, что это тревожно, мнительные люди с образным типом мышления, то вы правильно подумали. Именно эти люди являются главными носителями страха смерти и других фобий, таких как страх закрытых пространств, страх крови, страх высоты, страх мертвых, страх боли, страх изнасилования и прочие страхи. Мы подошли к лидеру нашего с вами рейтинга страхов, который так или иначе есть у каждого из нас и который всегда говорит нам, что нам нужно делать, чтобы избегать его. Это страх одиночества. Да, да. Это именно он не дает покоя абсолютному большинству людей на земле. Самое удивительное то, что даже люди, страдающие аутизмом, которые характеризуются полной замкнутости и асоциальным поведением, могут в глубине души испытывать страх полного одиночества. В основе этого страха лежит то, что каждый человек стремится быть счастливым. Но поскольку мы изначально социальные животные, то мы можем почувствовать себя счастливыми, только находясь и реализуясь в социуме. Быть непонятным, непризнанным, брошенным, отвергнутым – такая действительность скорее пугает, чем позволяет получить наслаждение. Поэтому бессознательное стремление человека наладить положительные связи между другими людьми и есть путь к тому самому счастью, которое каждый из нас мечтает получить. Если мы полностью реализуем себя в обществе путем отдачи, а не получения, то есть создавая что-то не только для себя, но и для других, то мы способны не только избавиться от большинства наших приобретенных страхов, но и действительно получать наслаждение от того, что каждый из нас является частью единого целого, где нет места страхам и фобиям, а есть полное понимание себя и других. Помните, что если у вас вдруг появился необъяснимый страх, то не пытайтесь бороться с ним, просто подумайте, а что этот страх вам говорит. Тайна страхов заключается в том, что они всегда говорят нам, где и в чем у вас нехватка и что нужно делать, чтобы раз и навсегда избавиться от них. И если вы не можете справиться самостоятельно, то вы можете записаться на личный прием ко мне или любому другому профессиональному психологу и проработать ваши страхи и избавиться от них, чтобы вам было легче жить и получать удовольствие от жизни. На этом я закончу данную тему видео. До новых встреч, дорогие мои друзья!